Что мы знаем о Казани? Один из прекраснейших городов по Волжье, где история гармонично уживается с современностью. Древний Кремль и современный дворец бракосочетания, небоскребы и исторические переулки. А еще здесь построили уникальную кольцевую трассу – Казан-Ринг-Каньон. Чувствуем себя где-то на другой планете сейчас. И это неудивительно, ведь автомобильный спорт – такая же неотъемлемая часть Татарстана, как Эчпачмак и Чак-Чак. Ну, почти такая же. Появились единомышленники, молодые ребята, которые живут этими гонками. Мы создали уже команду «Алга». «Алга» – команда «Вперед». А прямо сейчас Казанский автодром принимает суперэтап российской серии кольцевых гонок. Большая ошибочка? Нет! Сейчас будет больно. Пилоты шести классов 9 раз выйдут на старт динамичных заездов. А потом стартуют в трехчасовом марафоне. Нас ждет знакомство с трассой и местными командами. Презентация быстрейшего российского гоночного автомобиля. И женский взгляд на автоспорт. Ну, там либо не снизурная лексика, либо я просто рад себя. Ты видела? Ты вот этот момент видела? Азарт в крови у жителей Татарстана. В годы расцвета автокросса они неоднократно выигрывали российские соревнования. А затем утерли нос европейцам. Достаточно вспомнить братьев Шаймиевых, представителей династии Минихановых и Минахметовых, которые блистали в кроссе и ралли-кроссе, чтобы понять, автоспорт в республике пользуются поддержкой на самом высоком уровне. И открытие автодрома «Казан-Ринг-Каньон» в 2011 году было закономерностью. Трасса классная, большая, поверхность хорошая. Тут очень классные повороты, резкие, прикольные. Хотелось бы еще раз приехать. Я даже не знал, что у нас здесь такая шикарная трасса. Чувствуем себя где-то на другой планете, если честно. Понравилось, еще бы приехала, посмотрела бы и поболела. Это у нас уже третий, у нас бензин в крови, поэтому мы всегда на гонках, мы всегда впереди. Кольцевая трасса расположена недалеко от Мекки татарстанского автокросса, высокой горы. Проложена она в природном каньоне и отличается рекордным перепадом высот, почти с десятиэтажный дом. Несмотря на не самую большую протяженность, около трех с половиной километров, является одним из самых скоростных треков в календаре российской серии кольцевых гонок. Средняя скорость автомобилей самых быстрых классов на этой трассе около 150 километров в час. И это при том, что пилотам за каждый круг приходится преодолеть дюжину поворотов. Как они выглядят из-за руля гоночного автомобиля, узнаем непосредственно от одного из лидеров премьер-класса СМП ТСР Russia. Всем привет, меня зовут Александр Смолер. Вы смотрите мой боевой круг на трассе Казань-Ринг. Я вас проведу по нему и расскажу особенности. Делаем заход на главную прямую, чтобы круг был довольно быстрым. В первом повороте мы тормозим примерно на 80 метрах. Скидываемся до второй передачи. Здесь очень длинный и затяжной выход. Встаем уверенно на газ. И дальше у нас еще один важный выход, потому что следующий поворот довольно медленный. Отормаживаемся, скидываемся до второй передачи. А здесь разные машины едут на разных передачах. Но для меня это вторая передача. Дальше разгон в горку очень важный. И самый тяжелый поворот вообще всей трассы, штопор. Отормаживаемся, машина хочет уйти в занос. Мы его контролируем, режем этот поребрик. И здесь делаем буквально небольшой заход в этот затяжной поворот, чтобы вовремя встать на газ, выехать напрямую с хорошим выходом и не терять все это время относительно других соперников. Теперь у нас начинается третий сектор. Он довольно сложный. У нас здесь очень позднее торможение, сильное торможение. Берем апекс максимально, насколько это получается. Встаем на газ, потому что здесь выход тоже важен. Дальше идут скоростные повороты. Режем максимально поребрик, хотя это иногда чревато поломкой дисков. Дальше проносим максимальную скорость перед последним поворотом. Машину опять срывает. Последний поворот похож на предпоследний. Рано встаем на газ, потому что уже круг заканчивается. И, собственно, это и весь круг по трассе Казань-Вимков от меня. Про грандов кольцевых гонок из Татарстана знают все. А сейчас мы познакомимся с молодым коллективом Алга Моторспорт, созданным энтузиастами и представленным молодыми спортсменами. Я вообще закончил университет по совсем другой специальности, как бы радиофизико-электроника. Но что-то меня туда явно не потянуло. А машины, как-то они были ближе, что ли, по духу. Тихонечку это дело как-то затянуло. Повелись единомышленники. Молодые ребята, которые живут этими гонками со своим другом. Мы создали уже команду Алга. Алга, команда вперед. В начале этого года из Казани у нас был всего один пилот. Это Рустам Фатхудинов. Но поскольку он больше не едет в туринге, по крайней мере, в этом году, у нас ноль казанских пилотов. Все остальные из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Попал я сюда благодаря Владимиру Лобачеву, который был знаком с командой. Я очень давно хотел попробовать себя в большом спорте. В нашей команде здесь, в Алге, ездят все мои друзья из карсинга. Коллектив сам по себе очень дружный. Мне нравится здесь работать. Всегда что-то новое появляется. Сама обстановка просто... кайф. Владимир Лобачев и Кай Рихард Шик выступают в классе S1600. Кирилл Зиновьев в более быстром зачете в туринг-лайт. И каждый, несмотря на юный возраст, прошел большой путь в автоспорте. Начинал я изначально с карсинга прокатного. Начал я ездить в 4 года. Почти уже 10 лет ездил в прокатном карсинге. И в 14 лет решил проехать тесты на Ладо Гранте тоже за Алгу. Я попробовал, влюбился сразу в экспорт. Все начиналось с прокатного картинга. Я пришел туда в 12 лет. Долго упрашивал отца. И в конце концов я тут. Началось это с Гранта Капа в Казани, на Казань-ринге. Потом поговорили с командой. И вот в 22-м году я дебютировал в классе S1600. Мне, в принципе, понадобилось где-то 3 этапа, чтобы почувствовать машину, нормально вкатиться. И так я тут и обосновался. В больших гонках у ребят есть и победы, и поражения. Однако даже неудачи не мешают им строить большие планы на будущее. Возникла некоторая сложность с производителем мотора. Автомобиль, каждый этап новый. Был Solaris, сейчас Volkswagen Polo 1.4. Изначально были там пятерочка, так побороться. Но сейчас в десятку бы заехать уже неплохо было бы. Я хочу попасть в топ-5. Приехать по темпу на каждом этапе, бороться за подиум, за какие-то призовые места. Надеюсь, когда-нибудь в туринге прокатиться, хотя бы попробовать поездить. Перспектива Европы, все-таки GT-шная серия. Я очень верен этой команде. Я хочу пройти путь, по крайней мере, в РСКГ от 1600 до туринга. И какие бы трудности у нас команды впереди не ждали, я всегда был уверен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы специально не будем вспоминать жен декабристов. Ведь на этапы российской серии кольцевых гонок пилоты отправляются добровольно, чтобы проявить свое мастерство в честной борьбе. А про комфорт и говорить нечего. Но для верных спутниц наших гонщиков почти месяц разлуки, который набегает за сезон, невыносим. И, конечно, каждый старт заставляет их задерживать дыхание. Каково это быть женой пилота российской серии кольцевых гонок? До появления ребенка я не пропускала вообще ни одну гонку, Рустам. Но сейчас немножко намыть. Сложновато. Это очень волнительно. Я скажу за нее. Я когда как бы удачная гонка, мне сразу звонок, и там радости предела нет. Когда гонка неудачная, я беру трубку, а там слезы и крики. Мы познакомились в общей компании с Рустамом. Два дня вот так в общей компании походили, и просто связь там на полтора месяца пропала. Чудным образом, благодаря социальным сетям, нам получилось вписаться. Да и все, заобщались, так и пошло. Когда Рустам что-то про гонки начинает говорить, я прям слушаю с открытым ртом, потому что мне это действительно очень интересно. Как правило же в отношении одинакового интереса в сериалах, в музыке. Я рад, что так получилось, чтобы об этом у нас целый интерес, это нас связывает. Одно дело, когда вы познакомились в начале карьеры, и впереди много совместных открытий. И совсем другое, когда за спиной десятки гонок и немало поводов для тревоги. Согласитесь, после пожара не каждая жена смирится с тем, чтобы муж снова сел за руль. Как найти силы, чтобы не лишать мужчину любимого хобби? Вот первые года два-три, я помню, что у меня немели даже пальцы. Все было очень страшно, но потом как-то рассказали мне, что машины достаточно безопасные, что там каркасы, все, я посмотрела внутри. Но все равно волнение, конечно, присутствует каждый раз при каждом заезде. Это был ужас. Самое главное, что я буквально стояла от машины в 50 метрах на этом бугре. И когда Рома съехал на траву, я никак не могла понять, почему он не выходит из машины. То есть нам огонь не был виден, был виден только дым. Я думаю, господи, неужели он собирается дальше продолжить гонку? Ну а потом уже, когда вот он вывалился из машины, вот тут было страшно уже. И эти дни в больнице, ох, натерпелись. Но две недели, и мы снова в бою. Теперь Смаль против Егора Санина. И контакт, и все это в пользу Симонова. Кирилл Смаль, ну, не знаю, мне кажется, Кирилл не попадал. Класс СМП ТСР Раша с самого начала сезона радует плотной борьбой. За первые три этапа шесть гонок выиграли разные пилоты. И только в Казани эта традиция прервалась. Владимир Атоев и Захар Слуцкий записали в свой актив по второй победе. Впрочем, к экватору ситуация уже стабилизировалась. Михаил Симонов приехал на четвертый этап лидером и благодаря двум подиумам укрепил свое положение. В еще одном классе чемпионата России Туринг Лайт ситуация по ходу меняется динамичнее. Ведь пилоты пропустили Смоленский этап, и в Казани на кону был серьезный запас очков. Владимир Черевань, благодаря победе в одной из гонок, смог выйти в лидеры турнира с третьего места. Петр Котников, даром что заработал бронзу в казанской гонке, опустился на вторую строчку чемпионата. А вот Андрей Масленников, хоть и побывал на подиуме, выпал из тройки фаворитов. А вот Андрей Масленников, хоть и побывал на подиуме, выпал из тройки фаворитов. Этичная история, достойная полноценной экранизации. Он – молодой, но уже опытный пилот. Она – юная девушка, которая впервые попала на гоночную трассу в роли «Грибгелл». Служебный роман нашего времени, чувства, в котором только укрепились созданием семьи. Нас оставил фотограф пофотографироваться на закате рядом с машиной. И одним из пилотов был Вова. Как сейчас помню, бегущего на закате, приспущен комбинезон, которому очень шел. Это ладьба с первого взгляда, наверное, по крайней мере у меня. Я очень переживательная вообще, в принципе, тревожная. Поэтому для меня огромный стресс каждый старт. Как поддерживать перед стартом, да, мужа? То есть им к нему нельзя подходить, например, потому что он сконцентрирован, там, особо трогать нельзя лишнего, там, ничего не отвлекать его, потому что он уже там за полчаса начинает настраиваться перед гонкой. Я всегда думала, что перед стартом надо просто глаза в глаза посмотреть, и он поймет, что я с ним, я переживаю, я болею, буду смотреть, и все хорошо будет. А тут вот недавно выяснилось, что он говорит, лучше твоих глаз перед стартом не видеть, потому что в них столько переживаний. Я потом еду и думаю, блин, как ты там стоишь, как ты смотришь эту гонку. Я такая, ну, блин, здорово. Я всегда такая стараюсь перед стартом посмотреть тебе в глаза. Оказывается, что для него это, наоборот, тяжеловато. Когда увлечение гонками разделяет не только прекрасная спутница, но и очаровательные дочки, приятнее в войне. Но каково быть не только гоночной женой, но и гоночной мамой? Я вышла замуж, когда он не был гонщиком. Гонки вошли в нашу жизнь примерно, когда у нас появилась старшая дочка. Поэтому для нас этот образ жизни уже по-другому мы не представляем, как это может быть. Дети уже говорят, надо обязательно ехать на гонки, и мы просто так по-другому не знаем, как проводить время. Мы поддерживаем, как можем, помогаем. Всегда рядом. Всегда рядом, да. Автомобили для гонок бывают разными. Спортивные – это те, которые сошли с конвейера, а потом подверглись серьезным доработкам. Гоночные же специально создаются для соревнований. В их число входят всем известные формулы и спортпрототипы. По сути, те же формульные болиды, но прикрытые пластиковыми панелями. К таким относится и прототип BR-03, созданный российской компанией BR Engineering – быстрейший российский автомобиль. Именно на нем пилоты «Формулы-1» Виталий Петров и Сергей Сироткин победили в серии гонок на выносливость СМП и РСКГ «Эндуранс» и стали обладателями Кубка России. А недавно уже несколько таких машин представили на суд журналистов и пилотов, которые выбирают технику для участия в соревнованиях. Машина интересная, машина достаточно тяжелая, требующая привыкания. Но в целом достаточно дружелюбная. Я вот, в принципе, проехал практически час. Очень комфортно и по физике, и по атмосфере внутри. Воздух, я думал, будет не хватать воздуха с учетом закрытого кокпета. Но в целом все классно. Мне понравилось. Сегодня мы здесь тестируем эту машину для того, чтобы подготовиться к эндуранс-гонке, репетировать смену пилота, соответственно, для заправки, смены колес и так далее, чтобы это все было отработано точно на максимум. В основе спорт-прототипа BR-03 пространственная рама, закрытая аэродинамическими элементами. В мире существует два таких автомобиля. Открытые принято называть «баркетами». Но специалисты BR Engineering выбрали закрытый вариант, где пилот сидит в кокпите, защищенный колпаком. Подвески, разумеется, независимые, на двойных рычагах с толкающими штангами, которые связаны с амортизаторами, регулируемыми по четырем параметрам. Двигатель создан российскими инженерами на базе Ниссановского. Его объем 3,5 литра, мощность около 500 лошадиных сил. Он расположен позади пилота и связан с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач через двухдисковое керамическое сцепление. Передачи переключаются последовательно с помощью лепестков на руле. Максимальная скорость – около 260 км в час. Впервые прототип BR-03 показали в 2021 году. Сейчас построено семь таких машин. И это только начало. К следующему сезону планируется построить порядка 18 автомобилей для участия в гонках спринт и в том числе в те же самые гонки, которые сейчас проходят чемпионат, чемпионат эндуранса. Три спортпрототипа BR-03 стартовали в трехчасовой гонке на выноске, которая впервые прошла на автодроме Казан Ринг Каньон в рамках объединенного суперэтапа серии СМП РСКГ Туринг и СМП РСКГ Эндуранс. Всего в гонке приняли участие 19 экипажей на автомобилях разных классов. Сложные погодные условия вынудили пилотов ошибаться и на трассе, и в тактике проведения пидстопа. В итоге Кирилл Смаль и Александр Смолер выиграли вторую гонку в этом сезоне. За три часа их прототип BR-03 в цветах СМП РСКГ преодолел 116 кругов, то есть чуть более 400 км. Лидер класса Суперпродакшн Владимир Шишенин удачно провел первые три этапа. Но в Казани ему не досталось кубков. Поэтому теперь он вынужден делить первые два места в Кубке России с Кириллом Ладыгином, который в Татарстане дважды поднимался на вторую ступень подиона. Леонид Панфилов также выступил неудачно, поэтому откатился на третью строчку протокола. В зачете С-1600 этап в Татарстане изрядно перетвихнул состав фаворитов. Василий Кораблев неудачный начавший сезон уже после смоленского раунда ворвался в тройку лидера. А с учетом победы в одной из гонок и призового вместо в другой, после домашнего этапа Казанец выходит в лидеры. Николай Калинин, который на этот раз остался без наград, опустился на вторую строчку. С-1600 этапа Калинин, который вошел в тройку лидера. Ой-ой-ой, разворачивает Тену Елисееву, главное, чтобы ее там не врезали с пилота С-1600. Большая часть объезжает. Нет, жесткий удар этот Дралин. Да, посмотрите, здесь бежит у нас доктор Михаилу Дралину. Очень жесткий удар у Дралину, он, может быть, отключился от этого удара. Действительно высокая скорость. Красный флаг, гонка остановлена. И, конечно же, будет госпитализация. Среди пилотов класса спорт-прототип ЦН безоговорочным лидером остается Андрей Громов. С самого первого этапа он никому не уступал первую строчку за прошедшие этапы. А на этом этапе одержал очередную победу и укрепил лидерство. В тройке лидеров стабильно присутствует Алексей Хаиров, который в Татарстане заработал серебряный кубок и поднялся на вторую позицию. А третьим оказывался Александр Дударь. Гоночные шины похожи на дорожные тем, что они черные и круглые. На самом деле у них совершенно иное предназначение. Другая конструкция и состав резин. Чтобы вы случайно не приняли совершенно новые покрышки типа Слик за вконец изношенные шины, мы попросили специалиста одной всемирно известной компании поделиться секретами их производства. Спортивные шины качественно отличаются от обычных гражданских шин. Несколько парам. Первое. Каркас спортивной шины сделан из проволоки, а не как у обычных шин из ткани. Второе. Спортивная шина типа Слик весит очень мало. Данная шина весит примерно 8 килограмм, когда такая же гражданская шина весит порядка 15 килограмм. Но самое главное, особенное отличие этой шины от всех гражданских шин здесь внутри. Здесь нет гермослоя. Им пренебрегли в угоду веса, потому что гермослой весит примерно полкилограмма. В нашем чемпионате мы используем три различных типа протектора шин. Первый – это Слик. Обеспечивает максимальную производительность на сухом асфальте. Она разогревается примерно до 100 градусов, превращается в состав типа ластика, прилипает максимально к дороге, обеспечивая сумасшедшие сыпные свойства, максимальные боковые перегрузки, и машина может попадать в любые повороты практически на любой скорости. Срок службы шины составляет примерно 40 минут. И за эти 40 минут ты можешь либо все выиграть, либо все проиграть. Так как погода – это переменчивая у нас, барышни, с специфическим характером, и если у нас вдруг пошел дождь, мы должны обеспечить всех пилотов дождевыми шинами, которые отводят бесконечное количество литров воды из пятна контакта и позволяют машине ехать практически как по суху. При условии полностью дождевой гонки и большого количества влаги на трассе, эта шина, конечно же, служит немножечко дольше, чем шина типа Слик, и ее хватает примерно на полтора часа или два часа трек-тайма. Младшие кузовные серии в нашем чемпионате используют шину типа Полуслик. Они сочетают в себе преимущество шины типа Слик и шины типа Дождь, потому что у нас есть специальный спортивный компаунд, а также у нас есть специальный рисунок протектора. Он у нас имеет направленность, и это позволяет шине быть относительно универсальной. И хорошо ехать по асфальту, по сухому, и неплохо справляться даже с водяными преградами. Данное колесо имеет больший срок службы, а его хватает примерно на два часа. Соответственно, это экономит пилотам бюджеты и позволяет достаточно долго на них ездить, не имея специального дождевого комплекта у себя в запасе. Мы отдаем командам шины в собранном виде вместе с дисками в боксе или в палатке, где есть такие специально обученные люди, их зовут инженеры. И вот эти инженеры обладают тайным знанием, мелком или фломастером, вносят на боковину большое количество символов, иероглифов. А что они означают, вы узнаете у них самих. А я и есть тот самый волшебник, который решает, что будет написано на новых колесах. Конкретно здесь мы можем видеть, кому именно принадлежит комплект и какой он по номеру. Расшифровка у нас в команде на самом деле очень-очень простая. Сначала у нас идет номер автомобиля, которому принадлежат эти колеса. Далее идет у нас название города, с которым мы эти колеса забрали. А дальше уже просто-напросто идет номер комплекта, который мы используем. А у нас еще проще. Сначала указывается гоночная серия. Здесь идет РСКГ 24 – это год. НМ – это трасса, Нижегородское кольцо. Ну и тестовая шина для тестов. И, ну, естественно, правая, левая. А у нас маркировка самая простая. Означает переднее правое. И Р означает ровное. Потому что бывают еще вот такие колеса. Казанские гонки не изменили расстановку лидеров класса СМП GT4. Как и на предыдущих этапах, все три заезда были наполнены борьбой. Но ее итогом становились победы Алексея Несова. Неудивительно, что он возглавляет общий зачет с внушительным отрывом от Сергея Титаренко, который обосновался на второй строчке. Суперэтап российской серии кольцевых гонок в Казани, который объединил заезды спринтерской серии СМП РСКГ Туринг и многочасового марафона Кубка России СМП РСКГ Эндуранс, подошел к концу. Следующая гонка в длинном формате пройдет совсем скоро, уже 6 июля. Привет, я Кирилл Смаль. Приглашаю вас поболеть за наш экипаж на СМП РСКГ Эндуранс в Москве. Сегодня очень жарко, но на следующем этапе будет еще жарче. Поэтому я хочу вас всех пригласить. Я выступаю на отечественном спортпрототипе БР-03 под номером 51. Приезжайте болеть за наш экипаж. Будет очень интересная гонка, 6-часовая гонка. Первый раз такое. И я считаю, что будет очень насыщенно и интересно. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Игорь Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok